всем привет привет и в этом видео мы будем с вами готовить оладьи на ряженки вот у меня здесь пол литра ряженки также нам понадобится мука 2 яйца сахар соль сода и в принципе все ряженки у меня уйдет полный пакет хотя нам нужно всего два стакана там останется у меня совсем немножко я использую всю так давайте приступим ряженку отмеряю стаканом стаканом 200 миллилитров и в принципе если у вас такой же небольшой пакет ряженки как у меня можно полностью его выливать туда где будете смешивать все составляющие потому что вот видно совсем немножко мне осталось и полностью использовали пакет дальше мы добавляем соду открыла не с той стороны соду добавляем к ряженки и решила все таки перемешать этой же ложкой дальше 2 яйца в отдельной миски соединяем шестью чайными ложками сахара и здесь главное будет перемешать все до того чтобы сахар разошелся с яйцом и также мы туда добавим еще немного соли нам нужно повторить что сахар и соль полностью разошлись яйца я буду перемешивать достаточно все быстро не венчиком не миксером просто вилочкой вы можете конечно перемешать это все либо венчиком либо миксером дальше мы яичную смесь соединяем с ряженкой и сейчас будет происходить реакция прям на глазах вот появляться пузырьки за что я люблю это тесто вот видно эти пузырьки и сейчас мне нужно в эту массу добавить муку муки 400 грамм и опять же повторюсь у меня стакан 200 миллилитров первый стакан вводим постепенно перемешиваем всю муку сразу не сыпьте нужно ее постепенно вводить вводим второй стакан и дальше наша задача будет состоять в том чтобы очень хорошо перемешать все тесто и избавиться полностью от всех комочков комочка в тесте не должно быть когда вы высыпите муку то будет много комков здесь я бы не рекомендовала вам пользоваться миксером лучше взять венчик у меня неплохо получается работать вилкой все комочки хорошо очень разбиваются с венчика потом неудобно это тесто убирать по крайней мере мне не знаю как вам вилка у меня все прекрасно получается быстро быстро взбиваем все чтобы не было у нас комочков и в принципе это заключительный этап после него мы уже можем сразу приступать к выпечки нагреваем сковородку добавляем первый раз побольше масла и простой столовой ложкой начинаем выкладывать наши оладушки у меня входит на большую сковородку где-то 7 штук жарится они очень быстро главное здесь не прозевать чтобы они не подгорели можно конечно их поменьше делайте побольше ну вот у меня входит 7 штучек пока мы заканчиваем выкладывать оладушки первые у нас уже поджарились сейчас мы будем с вами их переворачивать переворачивать мы будем их вот такой вот лопаточкой фикс прайс она немножко пострадала но это не влияет на ее способность переворачивание блинов и оладышек блины она тоже так же хорошо переворачивает и с оладышками тоже хорошо справляется у нее тоненький носик она хорошо подцепляет и не нужно не помогать не вилками не пальцами здесь немножко поигрались обратную сторону все и и вот видно какая горочка уже получилась практически закончили вот такая горка оладышек получилось у нас с вами прекрасно прекрасно хватит всем на завтрак можно еще присыпать сахарной пудрой либо сгущенкой либо вареньем либо джемом кто как любит пышные вкусные тают во рту всем приятного аппетита